Яркий пример успешного развития малого бизнеса. Так оценил Павел Коньков мебельную фабрику Лорес. Предприятие стало вторым объектом, который посетил глава региона в рамках своего визита в Родниковский муниципальный район. Оно к сегодняшнему кризису оказалось полностью готово, потому что оно, во-первых, фактически обеспечивает сегодня импортозамещение. Мы привыкли к выражению итальянская кухня. Вот здесь эта кухня, она не итальянская, она родниковская, русская, назовите как удобно. Местная мебель может достойно конкурировать не только с итальянской. Столы, стулья, табуретки, все из массива древесины и натурального шпона. Кризис, как бы это ни звучало, оказался даже на руку. Все заказы на импортные кухни теперь идут в родники. Правда, есть одно «но». Комплектующие для производства мебели используют зарубежные. Повысились цены на них, пришлось повышать и на саму продукцию. Грамотные действия руководства позволяют удерживаться на плаву даже в самые непростые для экономики страны времена. Начала свою работу компания еще в 1997 году. Началось, вернее, со злости, с хорошей такой. Ну, да, смогу или нет. Получилось потихоньку и уже останавливаться как-то. Ну, не хочется. Несколько недель назад предприятие открыло новый цех. Для работы закупили 11 единиц нового оборудования. Мы открыли новый цех по производству мебельных фасадов. Мебельные фасады используются при изготовлении корпусной мебели. Также мы изготавливаем всевозможные декоративные менты, которые используются для этого. Этот новый цех – это часть реконструкции. То есть мы высвободили места для отделочного производства. Он находился у нас здесь, в отделочном производстве. То есть мы сейчас высвободили места, чтобы не разрывать отделку. Мы увеличиваем отделочное производство в два раза. То есть кто владеет хорошей отделкой, вы сами понимаете, да, можно сделать деревяшку любую, но если ее плохо отделал, ее не продашь. Правда, стоит отметить, что с новым цехом рабочих мест на Лоросе больше не стало. Обходятся имеющимися силами. Открыли всего несколько новых вакансий. Сейчас на предприятии работает 150 человек – жители родников и 4 украинских беженца. Средняя зарплата – порядка 30 тысяч рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.